Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем святого Иоанна Шанхайского. Вот есть такое, конечно, неправильное мнение, что подлинные чудотворцы и подлинные Христа ради юродивы жили когда-то в далекой древности христианской, и к нашему времени они не имеют никакого отношения. Вот познакомьтесь с житием святого Иоанна Шанхайского, а это ведь 20 век, и вы увидите, что Господь и наше время тоже осветил вот такими чудотворцами, такими Христа ради юродивыми. Ну, например, такая яркая черта из его жизни, он старался ходить всегда босым, при этом ходил он в таком мятом подряснике, и даже когда он стал епископом, он зачастую ходил тоже босым, изредка в сандалиях на босу ногу, и даже церковное руководство предписывало ему, как-то предписали, носить ботинки. Тогда он взял ботинки, шнурки завязал и на плечо себе повесил, и так ходил. Когда дошло это до церковного руководства, тогда они новое распоряжение написали, ботинки одеть на ноги. Тогда он тоже не стал уж ослушиваться, исполнил это повеление, но все равно юродствовать продолжал. То есть вот бывают такие особые люди, которые как бы ломают шаблоны, понимаете? Иногда вот эти вот шаблоны, сложившиеся какие-то устойчивые схемы, они загоняют нашу жизнь куда-то в мертвые рамки, и вот появляются такие Христа ради юродивые, которые стараются вывести из сложившихся вот этих представлений для того, чтобы пробудить в нас подлинную жизнь. А у него жизнь подлинная на самом деле была, если мы вспомним, во-первых, он, конечно, он эмигрант, да, он родился в селе Адамовка рядом с Донецком, и род у них был на самом деле такой древний, там даже польские корни, фамилия их Максимовичи, и, кстати, их родственником отдаленным был святитель Иоанн Максимович Тобольский, который в XVIII веке просвещал тоже различные народы, известный миссионер, прославленный в лике святых. Да, вот получилось так, что и тот Иоанн Максимович, и этот тоже Иоанн Максимович, только они жили в разное время, но оба святители. А вот Иоанн Шанхайский, его первое имя было Михаил, в честь Михаила Архангела. Семья была, в принципе, дворянская, но обедневшие дворяне. И вот у них была французская гувернантка, которая помогала, и она настолько была поражена жизнью маленького Миши, она должна была помогать ему, а он уже тогда играл в монахов, вот он солдатиков переделывал в монахов, устраивал обители, монастыри, и она настолько была поражена, эта гувернантка, что решила принять православие. До этого была католичкой, и маленький Миша, он ей помогал готовиться, и помогал ей учить молитвы православные. То есть вот уже тогда, в детстве, он уже первого человека обратил в православие. Потом он, конечно, хотел уже пойти по церковным пути, но выполнил послушание родителям. Они настояли на такой вот, ну как бы военной карьере. Поначалу он поступил в кадетский корпус, потом закончил его, после этого юридический факультет. А затем уже наступает революция, и родители вместе с ним вынуждены бежать за границу, через Крым, и вот оттуда, как правило, в Югославию, ну тогда это было Королевство сербов, славянцев и хорватов. И там хорошо принимали русских эмигрантов, вот там он уже поступает в Богословский институт. Причем жил он очень бедно, и вынужден был продавать газеты. Продавать газеты, из-за этого он, бывало, задерживался на занятия. Но, так или иначе, он окончил это обучение, и митрополит Антоний Храповицкий постригает его в монахии с именем Иоанна, в честь как раз вот его отдаленного родственника, святителя Иоанна Тобольского. И после этого он ведет настолько вот удивительный аскетический образ жизни, что нам, сразу говорю с вами, повторять это ни в коем случае нельзя. Ну, допустим, Великим постом, первую седмицу, Страстную седмицу, он вообще ничего не вкушал. В другие дни Великого поста он питался только просфорами. При этом ел он один раз в день, только вечером. Ночью он молился, он и днем молился, трудился. Но и ночью он тоже проводил в молитве и никогда не ложился спать. У него вообще не было кровати. А молился он на коленях, и потом, когда уже утомлялся, он просто склонял голову и вот так вот дремал один или два часа. Вот такой очень напряженный образ жизни. И уже тогда о нем отзывался святитель Николай Сербский, как о святом человеке. И говорил, что это вот ангел во плоти. И трудно сказать, почему, но вот его решили все-таки избрать епископом. Почему трудно? Потому что, конечно же, он не был таким строгим администратором. То есть, он не был по своему складу характера каким-то вот жестко таким вот регламентирующим порядок жизни человеком. Ну, как бывает, вот люди, начальники до мозга костей. А он был всецелым молитвенником. И, может быть, и в этом как раз сказался промысел Божий, чтобы был именно святой епископ, который образом своей жизни делал больше, нежели какими-то вот административными распоряжениями. И его направляют в Шанхай. А вообще это же Китай, да. И в Китае была очень большая наша русская диаспора. Ну, в общем-то, и мой прадед на самом деле тоже с белым движением ушел туда, в Китай. И так там и остался. В советское время я толком даже и не знал ничего про своего прадеда. И, к сожалению, так вот не имею подробных сведений. И вот десятки тысяч русских эмигрантов там находились. И поэтому требовалось, конечно, и духовной такая поддержкой. Владыка Иоанн Шанхайский, он вот он так считал, что надо не просто молиться за людей, но надо помогать конкретными делами. А какие дела? Там была страшная беднота. И особенно страдали дети. И тогда Владыка Иоанн, он создает детский приют. И поначалу, вот набирал, всего лишь несколько было детей, потом десятки. В целом через его приют прошло три с половиной тысячи детей. Вот, если даже не больше. И бывало так, что он специально даже ходил и не только русских детей, а он и китайских детей. Например, он даже, может быть, покажется это соблазнительно. Вот он видел, что какие-то дети страдают у их родителей. И бывало так, что он обменивал на бутылку водки этих детей, но ради того, чтобы дети не погибли. То есть, сам он не пил совершенно. Может быть, для родителей это покажется вам несколько так вот соблазнительным. Но те и сами хотели этой водки. А он спасал жизнь детям. И этим детям он давал пропитание и давал им образование. Был такой еще интересный случай, когда он только-только собирался основывать вот этот приют. А там в Шанхае жила тоже одна эмигрантка Елизавета Ивановна де Блес. И она была таких более светских манер. И толком еще не знала даже епископа Иоанна Максимовича. И вот во сне вдруг она его видит, как он приглашает ее на богослужение. Вот она пробуждается удивленно и пошла тут же в храм. Приходит он там, совершает службу. Потом после отпуска уже все ко кресту подходят. И вот она тоже идет ко кресту. Ну, казалось бы, вот она долгожданная встреча, то, что чудотворец ее пригласил. Он неожиданно вдруг крест не дает ей поцеловать и подымает вот так вверх, чтобы она не приложилась ко кресту. Она обиженная отходит. Я объясняю то, что у нее губы накрашены, другие люди. Что владыка Иоанн, он в этом смысле, он был достаточно строг. И не допускал, чтобы лица с накрашенными губами прикладывались ко кресту. Ну, она обиженная решила остаться, чтобы выговорить это. Чтобы владыка извинилась перед ней. А после службы он вдруг к ней подходит и говорит, ой, я так рад, что вы пришли. Вы даже не представляете, насколько я рад. Вроде бы такое противоречие, да, что там он ее не допускает ко кресту. А на самом деле он очень и очень рад, что она пришла и говорит, что вы как раз мне нужны, потому что я хочу организовать этот детский приют. И она становится его помощницей. То есть, вот такие внешне, может быть, странные вещи, но происходили самые удивительные чудеса. И бывало так, что когда наступал голод, вот, и, ну, владыка Иоанн, он тоже, вот, повторим, он не был таким, может быть, четким администратором, организатором. И руководство вот этого приюта ему говорит, что, ну, у нас уже все, ничего не осталось. А он говорит, ну, на Господа возложите по печенью. Да нам, говорит, есть нечего, завтра даже нечем кормить уже детей. Ну, он спрашивает, ну, вы что хотите, вот, самое необходимое. Ну, хотя бы вот нам овсянкой детей накормите. Ну, он тогда уходит. И после этого происходит невероятно. В тот же вечер приезжает какой-то человек и говорит, мы из зерновой компании, у нас остались избытки овсяной крупы, мы решили пожертвовать на детский приют. Вот так, когда молился владыка Иоанн, то Господь всегда подавал такие чудеса. А потом оккупировали японцы, Китай, и достаточно тяжело приходилось. И было попечительское общество, русское попечительское общество, которое заботилось об эмигрантах. Убивают одного главу этого общества, потом убивают второго главу. И тогда главой этого общества становится сам владыка Иоанн. Может, Господь уже сохранил ему жизнь. И он старался добиться, достучаться до сердец японцев. И иногда это ему удавалось. Вот как-то он каким-то чудом смог пробиться на японский корабль, а его не пускал солдат, стоявший на часах. Но потом офицер какой-то разрешил. И владыка Иоанн проходит сразу в офицерскую комнату. И вдруг указывает им всем на икону святителя Николая в углу этой комнаты. Оказалось, что этот корабль когда-то был русским. И в русско-японскую войну он был затоплен. А японцы его подняли и стали использовать для себя. И владыка Иоанн говорит, что здесь хозяин святитель Николай этого корабля. Поэтому вы должны непременно его чтить. И все время содержать перед его иконой неугасимую лампаду. И они настолько были поражены, что действительно зажгли лампаду и старались соблюдать его слово. Но здесь мы видим, что действительно сам святитель Николай открыл это владыке Иоанну. Потому что он прямиком в ту комнату прошел и указал икону. А так до этого он сам никогда на таком корабле не бывал. Ну, проходит потом и война, и потом уже коммунистический строй в Китае появляется. И изгоняют, точнее вынуждены уехать многие наши эмигранты. Из-за того, что там коммунистический режим воцарился. Ни одна страна не хотела принять. И только на филиппинских островах, на острове Тубабау, такой вот с несколько странным для нас названием остров, там им разрешили поселиться. А это оказался такой остров, который все время на пути морских тайфунов, вот этих ураганов. И все морские ураганы, они проходили как раз вот через этот остров. И владыка Иоанн ежедневно молится, обходит палатки поселенцев. Надо сказать, что они тут же три храма устроили. Из простых совершенно строений, так больше палаточные храмы, по подобию переносного военного храма. И каждый день он молится и обходит крестным ходом палаточный вот этот вот городок русских эмигрантов. И происходит такое чудо, что пока они жили на этом острове, ни один тайфун, ни один морской ураган не затронул этот остров. И даже когда огромная буря вот прямиком двигалась на остров Тубабау, то почему-то неожиданно эта буря сменяет направление и обходит остров стороной. И только когда они смогли уже уехать, они переехали, кто-то уехал в Америку, кто-то в Европу, то тогда вновь вот эти тайфуны стали накрывать этот остров. То есть вот такие удивительные чудеса. Потом святой Иоанн, он жил в Париже, и также там, по этим парижским улицам он ходил босиком. И его уважали даже католики. Один католический священник, который часто беседовал с молодежью, и с такой нерелигиозной молодежью, он говорил им, какие вам еще нужны доказательства истинности веры, если у нас и сейчас по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой. Он имел в виду святого Иоанна Шанхайского, Максимовича, хотя вот этот священник был католик, но признавал святость именно православного епископа. Жизненный путь святой Иоанн Шанхайский закончил уже в Америке, в Сан-Франциско. Я видел людей, которые его видели. И в русской духовной миссии, зарубежной православной церкви, там вот архимандрит Роман, он еще будучи маленьким ребенком, видел и общался со святым Иоанном Шанхайским, и родители его были духовными чадами святого Иоанна, и он тоже говорит, что человек был удивительный. Ну, конечно, внешне поначалу он отталкивал от себя, потому что он совершенно о себе не заботился. Взерошенные волосы, грязный мятый подрясник, как мы уже сказали, он ходил босым, но при этом, когда ты начинал с ним общаться, то у него из глаз просто вот сияла такая любовь удивительная, и такая вот сердечность, тепло молитвенное, что просто невозможно было устоять перед этим. Это вот чудотворец нашего времени, еще такой один, вспомним, фрагмент из его жизни, когда он молился, ну, молился-то он постоянно, но вот одна монахиня, там есть такая вот лестнинская обитель, и одна монахиня, она как-то, зайдя в храм, увидела, что он молится перед Иверской иконой Божьей Матери, и при этом он стоял в воздухе, а не на земле, и сиял неизреченным светом. То есть вот тот самый нетварный божественный свет, который сиял и в преподобном Серафиме Саровском, о котором свидетельствовал святитель Григорий Палама, этот нетварный свет, который и у преподобного Паисия Святогородца, и у многих других святых отцов он сиял, вот так же он просиял, и в святом Иоанне Шанхайском есть такое свидетельство. Ну вот, владыка молился перед иконой Божьей Матери, и сам он писал неоднократно о Божьей Матери, у него были богословские труды, посвященные почитанию Божьей Матери в Православной Церкви, да, и он, кстати, принимает уже, он умирает, когда посетил храм, где находилась Курская коренная икона Пресвятой Богородицы, а эта икона считается покровительницей всего русского зарубежья. И когда он покинул земной мир, то мощи его не тлели, не было запаха тления даже вот как только он умер, потом через несколько десятилетий обретают мощь, они тоже оказались нетленными, и он был прославлен, а у нас уже вот в пределах России он прославлен в 2008 году, и слава Богу, что мы смогли преодолеть вот то разделение, которое было у нас с русско-зарубежной церковью, потому что это все были какие-то временные такие нестроения, связанные с безбожной атеистической властью, когда рухнула эта власть, то промыслом Божиим мы воссоединились, и поэтому вот такие чудотворцы, Христорадью Родиевы, они и наши в том числе, и мы тоже можем о чем-то помолиться, попросить святого Иоанна Шанхайского, чудотворца, и он, несомненно, поможет, так что непременно читайте его житие, и молитесь ему. И вот по вере вашей, да будет вам. Спасибо вас, Господь, дорогие братья и сестры.